Приветище! И мы находимся в Цубнатике, в моей небольшой баночке, где я случайным макаром удалил себе люк и не могу отсюда выбраться. Ты видишь, люка нет. Нету люка, выхода нету. Как отсюда выбраться? Да, вот он лесенький, здесь должен быть люк, но его здесь нет. Эх, я его случайно удалил. Так, сейчас мы его попробуем восстановить. Берём люк, и значит... И значит он... Он не делается изнутри, его нужно делать снаружи. Help! Help me! Да шутка, на самом деле. Здесь нужно делать вот так вот. Опа! И всё, вот он люк. Ха! Фишечка такая вот прикольненькая есть. Значит, нам нужно с тобой покушать сперва. Ах, да! Сегодня мы направимся с тобой вот на этот корабль, который называют Аврора. Ну, собственно, на котором я прилетел и упал сюда. Вот, сегодня мы окажемся внутри этого корабля. Но сперва нам нужно прикусить, а то мы голодненькие и пить хотим. Чё поймаем, да? Вот таких вот пескунов поймаем с тобой. А также мы поймаем вот эту штуку, что это? А, это Гэри. Гэри, иди сюда. Сейчас мы тебя поймаем, зажарим и сидим. Гэри. Также я хочу себе сегодня на обед вот этот вот бумеранг, рыба-бумеранг. Да подожди, это не уплывает меня вот так. Внимание, вам грозит голодание. Немедленно пополните запас. Да знаю, я знаю. Мне только осталось пузырей найти где-нибудь, чтобы водичку из них сделать. Вон, один есть, вижу. Оу, не понял. Ты это видел? У нас чё, здесь прилив, что ли? Чё произошло? Эм, такое ощущение, как будто мне окно кто-то вышиб. Чё за дело? Почему у меня здесь вода? Меня чё, затопили, что ли? Капец. Ладно, не будем обращать на это внимание. И глюк какой-то. О, ну всё, водички нет. Вычерпал. Взял ведёрочек в руки и вычерпал всё. Вон, залёг туда, обратно в море вернул. Хе-хе. Да что, просто перезашёл. Теперь нам нужно решить с тобой вопрос инвентаря. Нам нужно срочно сделать ещё один ящичек. Где этот ящик? Вот он. Прибамбим, а ой, сюды. Вот так вот. Скидываем все сюда материалы. Делаем с тобой батареечку, потому что у меня батарейка села в моём, э, этом, как он там, э, глайдере. Меняем мы её. Всё, глайдер заряжен. Поплыли, поплыли к нашей Авроре. Сейчас я посмотрю, у меня, вот, противорадиационный шлем. мы одеваем сразу. Кажется, я его выкинул. Стой, 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 стой. Нет, я хотел сказать, одеваем. И поплыли. Ты говорил, что там куча всего, куча всяких запчастей, куча всякого интересного и любопытного, что можно отсканировать. Вот сейчас-то мы это и проверим. И посмотрим. Воу, плыл я к Авроре и увидел здесь, смотри, что. Это же погрузчик лежит. Интересно, я его могу отсканировать? Нет, его не могу. Торговый автомат? Ух ты! Ты представляешь? Торговый автомат! Наверное, он будет мне шоколадки выдавать. Бесплатно причем. Блин, ну как же печально, что я не могу погрузчик отсканировать. Хотя, в принципе, зачем он мне здесь? Где бы я на нем ездил? Мне пришлось бы тогда свой жилой модуль таким огромным делать. А это что у нас такое лежит? Анализатор образцов. Ну ладно, давай возьмем. Подожди, он у меня в инвентарь, что ли, попал? Неработающее лабораторное оборудование. Хм. Может быть, при помощи него я смогу излечиться? Вылечить свой вирус? Так, ладно. Здесь больше ничего вроде бы нету. Я все обшарил. Поплыли к нашей Авроре. Мы уже, в принципе, здесь близко. Вот оно. Радиационный костюм меня спасает. Если без него, давай мы его снимем. Посмотрим. Меня уже бьет радиация? Да! О! Обнаружена радиация! Так, обратно надеваем быстренько-быстренько. Вот так вот. Ух ты! Смотри, сколько обломков! Так, а что у нас здесь есть? Угу. Я вижу какой-то шкафчик. Здесь какой-то компьютер. Это что, фрагмент радиомаяка? Я, кстати, один уже сканировал фрагмент. О! Мы можем радиомаяк уже сделать. Шикарно. Это нам пригодится для того, чтобы спастись с этой планеты. Может быть, сигнал будем кому посылать. Что еще мы здесь имеем? Какая огромная коробка. Жаль, не открывается. На самом деле, мне кажется, что закрытые коробки в принципе можно открыть. Так, это морской глайдер. Можно открыть, если у меня появится резак. Нужно будет его обязательно сделать. Смотри-ка, здесь у нас закрытая дверь. А тут у нас проводка. Поврежденная электропроводка. Но у меня есть инструмент, который может ее починить. Давай попробуем. Ништяк, она чинится! Правда, мои ласты мешают. Есть. Кажется, мы починили. Дверь можно открыть. Шикарно! Блин, здесь куча воды. Я на самом деле думал, что сюда вода не могла попасть. Дверь довольно герметичная была. Что мы здесь имеем? Грави-ловушки мы уже собрали давно. Ладно, все равно отсканем. Шкафчик, кресло. В шкафчике у нас ничего нету. Еще одна грави-ловушка. Надо бы фонарик достать, да? А то не видно тебе, наверное, ничего. У нас тут, в принципе, нифига нету. Зря я только сюда пробирался. Хотя, что это такое? Фрагмент радиомаяка, но он у меня уже есть. В общем, здесь ничего интересного нет. Поплыли отсюда. Зря только ремонтировал. Батарейку всадил. Вот она, вот она, наша Аврора. Как нам в нее зайти? Осталось только пароходик найти. Ух, какая она здоровая-то на самом деле. О-о-о-о! О-о-о, что это, что это, что это? О! Вижу контейнеры. Ништяк. Фрагмент двигателя циклопа. Что у нас здесь? Обеззараженная вода. О-о-о! Обеззараженная вода. Я как раз, кстати, пить хотел. Подготовленный заранее запас воды сможет уберечь от обезвоживания и последующей смерти. Спасибо тебе. Давай выпьем водичку. Как она мне вовремя попалась. Смотри, сколько здесь. Здесь реально куча всего интересного валяется. Прямо вправду нужно было раньше сюда заплыть. Еще один фрагмент циклопа. Кстати, ты в комментариях писал, что здесь кто-то охраняет Аврору. Какой-то гигантский левиафан злой плавает. Ну, слава богу, он мне пока не попался. Так, мы выходим на поверхность. Мы на каком-то пляжу находимся, я не знаю. Рядышком с Авророй. Что ж, побежали, чего? Это что у нас, металлолом? Опа, вот эта штука меня напрягает. Нужно ее быстренько как-то оплыть. Где вход-то здесь, а? Ты слышишь этот звук? Шум. Такое ощущение, что двигатели Авроры, они до сих пор работают. Вижу какую-то детальку маленькую. Не могу понять, что это такое. Энергопередатчик. Знаешь, что я сейчас думаю? Что нужно было все-таки сделать лазерный резак. Потому что без него мы далеко здесь на Авроре не продвинемся. Здесь очень опасно. Ты посмотри, кто здесь меня встретил. Так, хорошо, что у меня есть глайдер. Врубаем глайдер и поплыли. Поплыли! А то меня сейчас зажуют эти огромные глотки. Да, конечно, Аврора на мель села так знатненько. О, здесь проходики? О, что? Сигналы формы жизни в данном регионе редки. Эти активные осадки могут иметь губительное воздействие на инопланетную экосистему, если не локализовать их в течение 24 часов. Как мне это сделать? Нифига себе меня как потрясывает-то, господи. Жеванный торт. Ох, 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 вот мы и на Авроре с тобой. В принципе... В принципе, здесь куча металла. Очень много металла. И как нам этот реактор отрубить? Вот это вопрос жизни и смерти всего этого океана. Всего этого моря и экосистемы. Я вижу, что здесь у нас... Ого, как искрит. Интересно, если я подплыву, меня долбанет? О, привет! Да, люблю адреналинчик, меня долбануло. Знатно причем. Так, мы на Авроре. Ах, вы жучары! Помнишь, мы таких вот крабиков встречали уже с тобой возле инопланетного корабля? Они сейчас ко мне побегут. Или не побегут? Нужно их не подпускать с тылу. Иди сюда, сейчас я вас тут всех тех не подходить ко мне. Они очень больно кусаются. Гады. Да вот так вот тебе. Один готов. Кажется, Аврора обрушается. Слушай, да господи, какие они жесткие, а? А ты тут что, коробку мою грызешь? Это моя коробка. Открываем ящичек. Что у нас здесь? Батарея. Ништяк, батареечка мне пригодится всегда. Все, ладно, обходим их. Не пускай там бродят. А мы здесь побродим. Давай-ка сканернем вот этих вот. Пещерный ползун. Что это вообще за фигня такая? Пещерный ползун. Проворный территориальный падальщик. Хорошо приспособлен как к суше, так и к морю. Этот вид стаями отыскивает трупы. Блин, не трясись корабль. У меня весь КПК трясется. Предварительно защищая свою добычу в то время, пока труп поедается. Но я же не труп. Че вы на меня нападаете? Похоже, что отсканировать я здесь ничего пока не могу. Проход завален. Вижу какую-то кнопочку. Взаимодействовать с ней не могу. Блин, а я туда могу пробраться вообще? О, да там еще и пожар, слушай. Да, по-любому здесь нужен лазерный резак. Без него мне здесь не пробраться. Давай попробуем еще оплыть нашу Аврору. Во-о-о, этот осек, конечно, очень жестко пострадал. Ты посмотри. Внимание, низкая целостность конструкции. Могут потребоваться противопожарное оборудование, лазерный резак. Вы проводите исследование на свой страх и риск. Спасибо, я понял. Так, как и знал, что лазерный резак мне здесь пригодится. Черт подери. Придется возвращаться обратно на капсулу спасательную и делать резак. Жесть. Черт, что мне в комментариях об этом не написал. На дне Авроры тоже ничего нету. Видишь, одни обломки. Короче, предлагаю тебе оплыть ее еще с другой стороны. Может, там, где какая-нибудь пробоина есть, через которую мы сможем пробраться. Жесть, конечно. Я думал, что Аврора, она довольно небольшой корабль. Оказывается, под водой еще... Ого-го-го, какая огромная часть ее находится. Ты посмотри только, какой масштаб. Это реально трагедия для этого морского мира. Ты прикинь, какой у нее ядерный реактор огромный. И если его реально не потушить, то тут будет, ну, прям, катастрофа экологического масштаба, я бы сказал. Это соизмеримо с Чернобылем, который взорвался в Припяти. Ооо, а здесь, так смотри, Аврора, она вообще на какой-то горе находится. Ну да, с этой стороны к Авроре не подобраться никак. То есть, получается, вход у нас только с задней части. И для этого нам потребуется резак, в любом случае. Ясно, поплыли тогда отсюда. Ооо, ее, вот мы и приплыли. На самом деле, там очень страшно и жутко находиться возле Авроры. В любой момент там может что-то бомбануть, что-то отвалиться или что-нибудь рухнуть на тебе. Так, значит, посмотрим, что нам нужно для... Ты слышишь? По-моему, это радио у нас пиликает. Ах, не дают мне резак сделать. Что там в радио нам прислали? Ага, действительно, пиликает. Итак, говорит штаб-квартира Альтеры. Это, возможно, наше единственное окно связи. Мы не можем послать спасательный корабль до самого места крушения. Так что, Аврора, вы должны будете просто встретиться с нами на полпути. А я чё, в космос? Сам, что ли, полечу? Взалечу, у меня крылья вырастут, или как? Мы загрузили чертежи в компьютер корабля. И кто-то вдали говорит, мы за сэндвичами. Ты с нами? Ага, сейчас, одну секунду. Господи, чё они там делают? Данные чёрного ящика показывают, что защищённый терминал в капитанской каюте по-прежнему работает. И снова кто-то вдали говорит, Бекки уходит минут через пять. Ладно, скажи Бекки, что я возьму обычный. Обычный? Да, она поймёт, о чём я. А вдруг нет? Друг, просто скажи ей обычный. Я ей сказал обычный, а она мне какой обычный? А мне теперь снова сюда топать? Код должен быть 2679. Обычный? Обычный, это просто ветчина с сыром. Ну окей, может, просто так и скажешь. Ветчина с сыром? Ветчина с сыром? Лады, твою ж налево, кто меня спасает? Они там с сэндвичем не могут определиться. Такое сообщение мне прислать, жесть. Значит, давай попробуем анализатор образцов выбросить. Мы его вот здесь вот установим. Вот он. И попробуем починить. А, он берётся просто. А починить-то ты можешь? Вот так вот. Нет, не чинится нифига. Ладно, тогда просто пусть он будет здесь. Что нам нужно для лазерного резака? Твою ж, у меня ещё и лазерный резак, не все чертежи собраны. Слушай, а может быть мне пропульсионная пушка поможет? Она же может притягивать и отталкивать предметы. Надо будет подумать насчёт этой пушки. Но сейчас я хочу сделать переносной сборщик транспорта. Я говорил тебе в прошлой серии, что мы обязательно его сегодня сделаем. Для этого нам нужна энергоячейка, смазка и титановый слиток. В принципе, это всё у меня есть. Делаем смазку из семян водорослей. Теперь берём вот эти штуки, парочку. Забираем отсюда энергоячейку. И смотрим. Вроде должно всё... О, да. Переносной сборщик транспорта готов! А он, кстати, огромный будет или не очень? Нифига себе, нифига себе, нифига себе конструкция. Что, что, что? Что это такое? Похоже на мопед какой-то. Так, кажется у нас сборщик готов. Эээ, что мне с ними делать? Мне его нужно куда-то... Нужно находиться в воде, чтобы развернуть сборщик транспорта. Я понял, сейчас мы вылазим. Сейчас, 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 сейчас. Вылазим. Так. Сборщик транспорта. Развернём. Давай-ка мы его здесь. Вау. Я ощущаю себя железным человеком. Ну что ж, давай попробуем замутить что-нибудь себе. Посмотрим. Воу-воу-воу-воу-воу. Смотри, дрончики какие-то маленькие появились. Они прям взлетели так. Я точно ощущаю себя железным человеком. Подняться можем. Поднимаемся. Использовать сборщик транспорта. Нажимаем. Ух ты. Транспорт. Мотылёк. Нужна энергоячейка, стекло и смазка. Ща-ща-ща. У меня это всё есть. Я сейчас быстренько вернусь. Ладно, пойдём до радио сбегаем. Чё там? Чё там опять? Алло. Говорит спасательная капсула 4. Мы приземлились недалеко от Авроры. Плавсредства раскрылись. Но в воде рядом с нами огромная рыбина. Я не знаю, сколько мы ещё продержимся. Мы близко к месту украшения. Так что прихватите защиту от радиации. Капсула 4. Конец связи. О, ещё одна капсула. Координаты сигналы повреждены. Приблизительное расположение источника передачи записано в базу данных. Господи, сколько этих капсул. Ну, блин, я сейчас опять же туда приплыву, и они там, ну... И увижу, что капсула раскурочена. Так, значит, вот. Написано источник передачи примерно в 150 метрах к северо-западу. По левому борту средней секции Авроры. Угу. Значит так. Вначале мы сделаем с тобой мотылёк. И сразу же поплывём за этим спасательным плавсредством. Быстрее бежим к нашему сборщику. Наконец-то. Сейчас у меня будет первый мой корабль. Мотылёчек. Товарищ сборщик, я всё, все ингредиенты собрал. Транспорт. Мотылёк. Ну что, делаем? Чё-то всё подвисло. Мотылёк является быстрым и безопасным. Где? Где вы его делаете? Покажите мне-то, блин, как вы его собираете. Ух ты, ух ты, ух ты, как они его собрали. Мотылёчек. Мотылёчек, нифига себе. Вот это огонь. Вот это круто. Вот это фонари. Офигеть. Теперь-то мне всё будет видно. Так, а чё там про мотылёк-то рассказали? Надо почитать. Мотылёк является быстрым и безопасным средством транспорта. Но помните, что плавание превосходно сказывается на ваших ягодичных мышцах. И уровне эндорфина. Да в топку его. Я лучше буду на... О, да. Добро пожаловать на борт, капитан. Офигеть. Блин, интересно, а как мне его потом заряжать будет? Ладно, значит, поплыли. Поплыли. Опс, кажется, рыбёку сбил. Хе, прикольно. Здесь ещё и рыб можешь сбивать. Опа, включите, пожалуйста. Вот, да, да. А то без фонарей как-то совсем дуга. Значит, поплыли спасать наших товарищей на спасательной шлюпке. В 150 метрах к северу-западу по левому борту средняя секция Аврора. Ага, всё понял. По левой секции, это значит, нам туда и надо плыть. Так, ну, наверное, средняя секция где-то здесь, да? Разворачиваемся на северо-запад. И плывём, плывём, плывём вот сюда, да? Где-то здесь должна быть спасательная шлюпка. В 150 метрах. Чё-то я нифига не вижу, надо вылезти. Ты видишь какую-нибудь спасательную шлюпку? Я нифига не вижу. Так, смотри, вот фото. Спасательной шлюпки. Вот, у меня тут тоже самый вид. Может быть, она затонула? Вот часть Авроры. Огромный кус манищи просто. Нифига себе. Так, надо бы как-то вылезти и здесь всё просканировать. И значит, где-то там наверху должна быть спасательная шлюпка. Я понял. Сейчас. Давай мы здесь вначале всё просмотрим. Здесь огромный просто отсек Авроры отвалился. Офигеть можно. Что это такое? Зарядное устройство батарей. Наконец-то! Да, ты, кстати, писал, что зарядное устройство и зарядное устройство ячеек. Это разные вещи, я понимаю. Ячейка, она огромная батарейка, они маленькие. Но мне нужны были батарейки. Вот. Так что, хорошо, что теперь у нас есть зарядное устройство батареек. Достаем фонарик. Здесь что-то отремонтировать можно? Опачки, можем вниз спуститься. Главное, чтобы у нас кислород не закончился. А, всё, это я выплыл с другой стороны, получается. В принципе, здесь ничего интересного-то и нет. Вот здесь ещё есть. О, вот эти штуки опасны, они иголки пуляют. Нет, я не хочу туда плыть. Они меня сейчас расстреляют. Ничего нового мы здесь с тобой не нашли, за исключением чертежа для зарядной станции батареек. Совсем мало, критически мало кислорода. Надо срочно взобраться в мотылёк. Фух, успели. Есть. Теперь нам нужно найти спасательную капсулу. Всплываем. Ты видишь это тоже? Смотри, вон. Гора из-за тумана высовывается. Вот она, вот она. Смотри, что здесь написано. Капсула находится в непосредственной близости от радиоактивных осадков Авроры. И вот она, вот она. Я её вижу, кажется, это она. Ты посмотри. Точно. Вот она, перевёрнутая капсула. Наконец-то мы её нашли. Капсула 4. И она, конечно же, пуста. Здесь никого нет. Да, возьмём эту штуку. Откроем ящик. Заберём чертёж, приманка для существ. И КПК поднимем. В принципе, всё. В принципе, всё. Мы здесь всё забрали. Вот она, эта капсула. Вот она. И вот фото. Да, вот она. Жалко, конечно, что я здесь никого не нашёл. Мы с вами есть. Рây, мы с вами ок obsessed. Я с тобой не spinach ве KRUPwater. И вот для них. Мы такжеимаем Жалко. И вот я. И вот следующая Holy это сейчас. Мы с вами с вами alluded decade. 大家好. Иェ Out. Субтитры подогнал «Симон»